Здравствуйте! С вами Лана Кактус. Мне сегодня в этом видео хотелось бы дать вам что-то полезное. Полезное это будет вот такое. Вот знаете, я очень долго искала такой материал, на котором можно было бы выполнять работу дома. А не где-то, например, на улице в плохую погоду, а в каких-то комфортных условиях. И более тщательно. И вот, наконец, нашла я такой материал. Этим материалом для меня сейчас на сегодняшний день являются панели Технониколи Техноплекса. Толщина у этих панелей бывает разная. Она бывает 3 сантиметра, 5 сантиметров, 10 сантиметров. Это очень прочный материал. Он не подвержен ни усадке, ни гниению. Не обращайте внимания, что я вот так вот лежу, потому что мне хочется вам рассказать немножечко. А я не умещаюсь в кадре. Вот. В общем, этот материал, он универсальный. Его можно использовать везде. На нем, как с ним работать, с этим материалом? Чем он удобен? Удобен он тем, я вам уже перечислила, что он не дает никакой усадки, что на него воздействия природы не оказывают, не могут оказать никакого все-таки влияния. Тем более, если он закрыт и не находится под солнечными ультрафиолетовыми лучами. Вот. И то, что у него есть вот такие вот, видите, пазы. И благодаря вот этим пазам мы можем из этих панелей собирать большие пану. Вот. Сколько же вот по размеру, вот, сколько по размеру вот такая вот плита, да? Она 60, по-моему, на метр 20. То есть это довольно приличный материал. И вот из таких кусков можно собрать большое панно. Панно это может... Ну, везде его можно использовать. Его можно использовать на улице и зимой, и летом. На вертикальной стене, не закрывая, ни от мороза, ни от мороза, ни от дождя, ни от солнца, ни от чего. То есть он будет вести себя очень-очень стабильно. Вот. Как работать с этими плитами? Берёте такую плиту, делаете её шершавой. Потом берёте железную сетку. Железную сетку наносите. Как её нанести, железную сетку? По размерам её вырезаете кусачками. Берёте проволоку вязальную. Нарезаете фрагмент из этой проволоки. Делаете из неё шпильки. Этими шпильками вы прикрепляете сетку к техно-николе, к техно-плексу. Это одно и то же. Покрываете этот материал тонкой какой-то шубой, ну как сказать-то, жидким-жидким-жидким раствором. Жидким раствором. И у вас такая вот образуется тонкая шуба. Она высыхает очень быстро. Можно работу начинать прямо сразу. А можно денёк подождать. Вечером сделали, с утра уже можно на этих панелях работать. И вот я вам хочу показать, значит, у меня две панели. Вот одна панель у меня ещё не сделана. Вот я нанесла на ней рисунок. Я бы повыше вам показала. Здесь у меня даже хамелеон внизу вылеплен. Просто мне неудобно будет таскаться тут перед экраном с этими панелями. И вот вторая панель. И вот это у меня, наверное, даже на двойке сделано. А вот это на пятёрке. Вот это на пятёрке. Вот это побольше здесь у меня. Толщина побольше. Вот. И вот получается у вас такой вот барельеф. Вот такой барельеф. Любую сами не можете нарисовать. Вы можете что-то, например, какой-то рисунок взять там с помощью... Как сейчас называют эти? Ну, вообще, вы можете его перевести. Если вы сами не можете нарисовать чего-то, или вам кажется, что вы не можете. Вот. Вы можете его перевести. И вот таким способом вы можете получить любой панно. Сейчас вот этот вот материал, его очень часто стали использовать в оформлении домов. И вот на фундаменты он идёт. Из него чего только не делают. Вот из этого материала. Но там немножко технология другая. Там вот всё вот это вот берётся. То же самое берётся техноплекс. И там клеем очень хорошим. И какой-то клей, там клеем приклеивается в каком-то температурном режиме. Всё это припечатывается. Даже сейчас вот эти вот есть такие панели. И на этих панелях уже там нанесён или кирпичик сделан, или камушек сделан. То есть очень много всяких различных вариантов. У меня такие варианты никогда не привлекали. Всегда хотелось проявить как-то свою индивидуальность, своё творчество. Сделать что-то штучное. Вот. И ещё один, значит, какой очень хороший. Свойство. Очень хорошее свойство этого. То, что эти панели моются прекрасно. Да, вот сейчас, сейчас после зимы и всё там запылилось, взял прямо и промыл. Всё замечательно промывается щёткой. Всё будет опять в первозданном этом виде. Если что-то не понравилось, вот вы сделали, а вам не понравился цвет. Или вы устали от этого цветового решения. Вам хочется немножечко что-то вот поменять. Вы взяли, опять всё перекрасили. Этот материал очень благодарный. Так что вот такие вот манипуляции можно выполнять. Выполнять вот на этих панелях. Раньше я как? Раньше как вообще все вот эти вот работы по оформлению, например, фундамента дома, или стены дома, какое-то панно нужно сделать на стене дома. Это значит, нужно сначала подготовить вот эту вот стену для работы. берёшь железную сетку определённого размера и нужно её прикрепить. Например, ты отделываешь кирпичный дом, крепишь вот эту вот железную сетку строительными грибами, потом наносишь шубу. И только уже потом ты можешь приступать ко всей вот, к остальной работе. И работать тебе уже придётся. Дождь ли, ветер ли, жара ли. То есть это вот очень в этом, в этом смысле, в этом смысле очень вот работать на улице тяжело, потому что всё равно все вот эти вот работы, которые связаны с оформлением домов, стен домов, фундаментов домов, дверных проёмов домов, оконных проёмов домов, всё это связано с тем, что человек находится непосредственно на месте и всё это на месте делает, да? Погода, сами знаете, как только тебе нужно что-то делать, либо снег, либо дождь, либо вечер, вечер, и ты находишься где-то ещё, это не обязательно, ведь сидишь на лесах. Это просто, это просто чудо какое-то, как это всё делать удобно. Поэтому вот эти вот панели, это такая супер находка, которая избавляет от всех вот этих вот невзгод. Монтировать тоже можно на строительные грибы, можно даже заранее отметить места, где вы будете это всё потом, покрепить. Вот такие вот варианты. Если, например, у вас в доме тоже есть, построили дом, есть какие-то дефекты, вы хотели бы нивелировать их, чтобы они были незаметны, то вот эти панели тоже помогут. И у них ещё очень хорошее такое, у них очень хорошее ещё такое свойство, то, что это же не просто панели, а это панели, которые теплопанели. То есть, если дом, вообще блоки, да, их всегда отделывают, потом вот такие техно-николь, она для этого и предназначена, чтобы, если дом у вас сделан, например, из блоков, а блоки, они же всё впитывают, и вот чтобы дом стоял долго, то можно его защитить вот этими вот панелями. И у панелей супер свойство, то, что они обладают такими пазами, одна панель входит в другую, то есть нет этих мастков холода, да. И ещё то, что этот материал не гниёт, то, что этот материал не даёт никакую усадку, и супер то, что на нём можно сделать вот такую вот какую-то индивидуальную лепнину и сделать свой дом неповторимым. На этом я заканчиваю, на этом я заканчиваю свой рассказ. Думаю, что среди моих зрителей найдутся такие люди, которые захотят таким способом, таким методом украсить свой дом, что-то сделать полезное, чтобы вокруг нас было как можно больше всего красивого, и хорошего. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. Пока-пока.